Тема, конечно, очень интересная, очень объемная, и можно очень долго об этом рассказывать, но я постараюсь как-то несколько это систематизировать. Если мы возьмем опухоли центральной нервной системы, то там есть отдельная глава, посвященная вторичным поражениям или метастазам в центральную нервную систему. Это на самом деле не такая редкая ситуация. По западной статистике порядка 30% пациентов с солидными опухолями так или иначе имеют метастазы в центральную нервную систему. Из них около 25% это собственно метастазы в само вещество мозга. Реже встречаются лептоменингиальные метастазы или метастазы в твердую мозговую оболочку, еще реже метастазы в спинной мозг. Чаще всего это эпидуральные метастазы, лептоменингиальные либо паренхематозные метастазы спинной мозг развиваются очень редко. Нас же, конечно, интересует, что именно за опухоли, как правило, дают метастазы в эту локализацию и имеет смысл сравнивать с частотой тех злокачественных новообразований, которые встречаются в различных категориях. Если мы возьмем мужчин, то у них структура заболеваемости примерно вот таким образом выглядит. На первом месте это рак, ну, тут почему-то же КТ, очень высокая заболеваемость по данным ВОЗ. Предстательные железы, рак легкого, то есть это именно первичная заболеваемость, несмертность. И, скажем, вот меланома довольно небольшую часть составляет первичных опухолей у мужчин. В то время, если мы посмотрим на структуру образования и дающих метастазы в центральную нервную систему, то на первом месте здесь рак легкого, это половина всех случаев. На втором месте у нас опухоли из невыявленного первичного очага, это вот этот вот такой коричневый треугольник. То есть это те опухоли, которые так и не находят своего первичного источника. Очень часто это меланома, гораздо реже опухоли мочеполовой системы, либо урогенитального тракта. Ну, опухоли желудочно-кишечного тракта, в общем, довольно часто, но не так. Что касается женщин, то тут, понятное дело, на первом месте у нас среди первичных опухолей это рак молочной железы. На втором месте тоже желудочно-кишечный тракт, опухоли других локализаций. В общем, меланома, опять же, скажем, не такое большое количество составляет случаев, как и рак почки. А структура метастазов тоже нам, в общем, говорит о том, что на первом месте у нас рак молочной железы, на втором легкая. То есть если мы будем составлять рейтинг по солидным опухолям, которые дают чаще всего метастазы в головной мозг, то это первое место будет делить рак легкого и рак молочной железы в зависимости от пола. Дальше по частоте это будет, может быть, рак почки, меланома и так далее. Остальные опухоли реже дают метастазы. Спинальные метастазы вообще развиваются редко, и, как правило, это либо непосредственно распространение, либо инвазия вблизи места первичной локализации образования, если мы будем говорить о предстательной железе, либо инвазия из метастазов в кости. Кроме того, часто дают метастазы спинной мозг молочной железы, рак легкого. И вы можете обратить, тут находятся неходжкинские лимфомы, хотя они не метастазируют, но то есть они вторично могут поражать центральную нервную систему. Это, в общем, тоже не редкость. Что касается локализации в пределах самой центральной нервной системы, то основная масса очагов локализуется непосредственно в веществе мозга. Характерной для нее является граница между серым и белым веществом. Там как раз располагаются сосуды, откуда все это и прилетает в головной мозг. Реже метастазы возникают в мозжечке, еще реже в стволе головного мозга. И вот эта локализация, собственно, определяет то, каким образом мы можем получить материал, в первую очередь, для гистологического исследования, для верификации процесса. Потому что если мы говорим о образованиях полушарий, то при солитарных образованиях, когда нет данных о том, что это может быть вторичное поражение, рассматривается как один из вариантов ситуации, что это первичная опухоль головного мозга, то производится удаление очага целиком, и мы можем рассчитывать на довольно большой объем материала. Что касается частоты поражения и множественности очагов, то принято считать, что наличие множественных очагов это признак вторичного поражения головного мозга. Но если мы посмотрим статистику, то действительно меньше 50%, но значит, что не так уж далеко от 50%, то есть порядка половины метастатических очагов в головном мозге могут быть единичными. То есть если мы не имеем информации о наличии у пациента экстракраниальной опухоли, этот очаг может в том числе рассматриваться как первичный, может быть удален, если это технически возможно. То же самое касается очагов в мозжечке. Если же очаг алкализуется в стволе, то получить материал оттуда, и как правило удалить эти образования целиком, не представляется возможным в связи с тем, что это зона очень угрожающая для жизни при вмешательствах на ней, и поэтому мы можем рассчитывать здесь на стереотоксическую биопсию. И стереотоксические биопсии очень, как правило, небольшого объема. И это материал сложный для работы. И очень редко бывают ситуации, когда солитарное поражение головного мозга развивается при отсутствии метастатической болезни за пределами головного мозга. То есть когда метастаз в центральную нервную систему является единственным и, может быть, первым представительством опухоли. Что касается морфологической диагностики, то если опухоль имеет свое лицо, если она высоко дифференцированная, это не составляет больших сложностей. Мы смотрим, сразу видим, что это аденокарцинома. Но, к сожалению, подавляющее большинство опухолей, которые метастазируют, особенно метастазируют в том числе за пределы гематоэнцефалического барьера, который является все-таки довольно мощным барьером, чтобы его преодолеть, опухоль должна высокой пластичностью обладать. Они имеют низкую степень дифференцировки, они теряют свое лицо. И это две опухоли разного гистотипа, которые весьма похожи друг на друга. Это создает дополнительные сложности и требует использования каких-то методов, помимо морфологической диагностики. Сейчас у нас широко используется иммуногистохимия. Иммуногистохимических маркеров очень много. Как их использовать, это тоже вопрос, особенно в ситуации, когда мы имеем дело с низкодифференцированным образованием неизвестного происхождения. Существует несколько подходов. Один из них можно назвать классическим. Это так называемый этапный подход, когда мы постепенно, последовательно проходим ряд шагов. Первый из них это определение линейной принадлежности. Это, безусловно, шаг, который необходим нам в ситуациях, когда опухоль не несет никаких признаков линейной дифференцировки. То есть мы не знаем, что это лимфома, рак, меланома, саркома. Такие ситуации тоже бывают. Нередко, если мы говорим о центральной нервной системе, то сюда еще добавляются первичные злокачественные опухоли, глиального происхождения. И они тоже попадают в дифференциальный диагностический ряд. И в такой ситуации предлагалось раньше начинать с таких пан-линейных маркеров. То есть это раньше была стандартная панель, когда мы начинали с цитокератинов общих, с то общего эликоцитарного антигена и виментина. Следующим этапом было определение типа кератинов и типа их распределения в пределах клетки. Если говорить о типе распределения, то есть довольно специфичные варианты окрашивания или экспрессии. Так скажем, для нейроэндокринных раков характерно гранулярное цитоплазматическое окрашивание в виде дотов, в виде таких точечек в цитоплазме. То есть это может иметь диагностическое значение, но, как правило, эти опухоли имеют и морфологические признаки нейроэндокринной дифференцировки. Что касается типа кератинов, то их очень много. Они бывают высокомолекулярные, низкомолекулярные, базальные, люминальные. Но, как оказалось, с течением времени специфичность их и чувствительность очень низка, поэтому они на сегодняшний день немножко уходят на задний план. Кроме того, здесь, видите, отдельно выделено наличие коэкспрессии виментина. Это, в общем, не диагностический признак. Очень многие низкодифференцированные карциномы приобретают его экспрессию, хотя изначально виментин считался мезонхимальным маркером. Это промежуточный филамент, как, собственно, и кератины. Только кератины – это промежуточные филаменты, свойственные эпителиальным клеткам, а виментин – в большей степени свойственные мезонхимальным клеткам. Но опухоли на определенных этапах додифференцировки обладают очень высокой пластичностью, могут, скажем, даже саркомы, могут приобретать экспрессию кератина в определенной степени. Следующим этапом было использование дополнительных специфических тканеспецифических, органоспецифических маркеров. И очень многие из них проходили определенные этапы эволюции, когда на них возлагались очень большие надежды, и говорили, что мамоглобин экспрессируется только в молочной железе, только в раке молочной железы. 99-98% чувствительная специфичность, но по мере накопления данных очень многие из них существенно потеряли в этих базовых показателях чувствительности и специфичности. Оказалось, что и другие опухоли вплоть до совершенно другого гистогенеза могут давать перекрестную реактивность, поэтому их не так легко использовать, и мы всегда должны об этом помнить. И финальным этапом в любом случае у нас является анализ, мы смотрим, является ли комбинация позитивных и негативных маркеров специфичной для той или иной локализации или опухоли. Ну вот если мы посмотрим цитокератины, то возьмем два самых частых, самых широко используемых. Это цитокератин-7 и цитокератин-20. Цитокератин-7 характерен для аденокарцином легкого, молочной железы, женского полового тракта. Цитокератин-20 характерен для опухолей желудочно-кишечного тракта, особенно нижнего желудочно-кишечного тракта. И вот частота экспрессии этих маркеров в различных карциномах. Видите, очень широкий перечень, вплоть до плоскоклеточного рака различных локализаций для цитокератина-7, хотя, казалось бы, это цитокератин опухоли, развивающихся из простых эпителиев. Даже цитокератин-20 может в 6% экспрессироваться в плоскоклеточном раке головы и шеи. То есть специфичность очень низкая у этих маркеров, у каждого самого по себе. Более того, даже для тех опухолей, для которых характерна экспрессия, в том числе цитокератинов, в любых маркеров, тканей специфических или органо-специфических, уровень экспрессии высокий в высокодифференцированных образованиях. Чем ниже уровень дифференцировки, тем ниже частота встречаемости, даже очень характерных для этих опухолей и маркеров. Это, в общем, тоже такой фактор, не очень облегчающий нашу работу. Поэтому иммуногистохимия это такой процесс комбинаторики. То есть мы всегда комбинируем маркеры, которые должны быть позитивными в соответствии с нашей диагностической концепцией или гипотезой, и должны быть негативными. Если мы возьмем цитокератин-720, то условно все карциномы можно разделить на 4 большие группы. Это цитокератин-720 позитивные. Это небольшая группа, довольно хорошо воспроизводимая. Это, в первую очередь, переходно-клеточные раки. Это рак мочевого пузыря, мочевыводящих путей, раки головы и шеи. Там гораздо реже бывают переходно-клеточные карциномы. И цитокератин-720 негативные раки. Это плоскоклеточные раки, в первую очередь, это рак простаты, цинорная аденокарцинома предстательной железы. Это, если вы посмотрите, здесь написано почноклеточный рак. Но на самом деле это не любой почноклеточный рак, а светлоклеточный почноклеточный рак имеет фенотип цитокератин-720 негативный, потому что хромофобный рак, цитокератин-7 позитивный, папиллярный рак, почноклеточный, цитокератин-7 позитивный. То есть это все равно не работает так, как бы нам хотелось, даже если мы будем использовать комбинацию этих маркеров. Поэтому сейчас у нас такая, можно назвать это модой на транскрипционные факторы, но она довольно обоснована, потому что эти маркеры гораздо более специфичны и гораздо более чувствительны в морфологическом контексте. Я постараюсь вам показать, каким образом. Потому что если мы возьмем вот ТТФ1, это thyroid transcription factor 1, давно нам известный, мы его давно используем. Он характерен для рака щитовидной железы, собственно, эмбрионально в ней изначально экспрессируется, и для рака легкого. Уже две довольно разные по течению, по прогнозу опухоли, которые могут экспрессировать один и тот же фактор. Если мы возьмем ПАКС-8, то он сейчас очень широко используется, потому что он экспрессируется в почноклеточных раках, вне зависимости от их гистологического типа. Экспрессируется в опухолях женского полового тракта, в глондулярных железе происхождения, и позитивен в опухолях, которые развиваются из щитовидной железы и тимуса. Большой спектр все равно, то есть у нас получается, если мы возьмем ПАКС-8, четыре разные локализации. Но, тем не менее, каждая из них имеет характерные морфологические особенности, и этот фактор, по крайней мере, позволяет нам исключить остальные локализации, помимо этих четырех. CDX2 характерен для желудочно-кишечного тракта, но в разных отделах экспрессируется по-разному. Один из относительно новых транскрипционных факторов – это САД-Б2. Он хорошо экспрессируется в нижних отделах желудочно-кишечного тракта. Это толстая кишка, и это очень многообещающий маркер, но это в том числе маркер остеобластической дифференцировки. Две очень разные линейные направленности, тем не менее, в рамках морфологического контекста он может быть очень эффективен, потому что остеогенная саркома здорово отличается от аденокарциномы толстой кишки, даже если обе из них низкодифференцированы. Ну, не в 100% случаев. И ГАТА-3 тоже транскрипционный фактор очень хороший. Он используется при опухолях молочной железы, порядка 70-80% позитивны к карцином, в том числе не специфицированных. Хотя чем ниже дифференцировка, опять же, тем ниже экспрессия. Но кроме того, он положительный в Т-лимфоцитах и опухолях из Т-лимфоцитов, развивающихся в паращитовидной железе и в переходных эпителиях. Ну, перейдем немножечко к практике, как непосредственно это, в общем, реализуется. Если мы говорим о поражении головного мозга, вот это стандартная ситуация. Вот это вот розовенькое, это вещество мозга. Просто, чтобы было понятно, что это не просто метастаз откуда-нибудь, а метастаз из головного мозга. Действительно, это солидная карцинома без выраженных признаков дифференцировки. Но у нас диффузная гомогенная экспрессия ТТФ-1. То есть в данном контексте, на данном этапе наших знаний относительно, в том числе, иммуногистохимических маркеров, помимо наличия либо отсутствия экспрессии, то есть такой бинарной системы, мы все-таки должны оценивать, что мы считаем позитивным. Потому что, ну я дальше покажу, вот для аденокарцинома легкого, метастаз аденокарцинома легкого, характерный фенотип для нее это цитокератин-7, ТТФ-1 и напсин. Но вот ТТФ-1 даже в дифференцированных аденокарциномах это 85% случаев. То есть он является в данной ситуации, кроме того, помимо того, что он диагностический маркер и свидетельствует о принадлежности к аденокарциномам легкого, если у нас нет признаков того, что это метастазы рака щитовидной железы, и мы не должны их исключать. А в головной мозг щитовидная железа редко дает метастазы. Он еще является фактором предиктивным, потому что аденокарциномы легкого ТТФ-1 позитивны и в большей степени чувствительны к пиметрикседу, чем те, которые ТТФ-1 не экспрессируют. Но ведь он может быть позитивен в большом количестве еще других опухолей, в желудочно-кишечном тракте, в мочеполовой системе, в женском половом тракте, в щитовидной железе и даже в плоскоклеточных раках. Но это, как правило, окрашивание отдельных клеток, фокальное либо слабое окрашивание. Это важно знать, потому что, когда мы имеем дело с малым материалом, и у нас есть экспрессия ТТФ слабая в части клеток, это не всегда можно интерпретировать как признак дифференцировки, скажем, или принадлежности к раку легкого. Что касается НАПСИНА, то, казалось бы, это маркер, который должен бы нам помочь, когда у нас ТТФ-1 негативный аденокарцинома легкого. Но, к сожалению, это не работает, потому что большинство ТТФ-1 негативных аденокарцином не экспрессируют НАПСИНА, поэтому здесь он неэффективен. И, что касается его специфичности, то, несмотря на то, что это фактор, который участвует в синтезе сурфактанта, и, казалось бы, сурфактант у нас больше нигде не синтезируется, кроме как в легком, тем не менее, этот маркер экспрессируется в популярном почноклеточном раке, а также в светлоклеточных карциномах женского полового тракта, начиная от яичников, заканчивая влагалищем. И в контексте женского полового тракта он, в общем, помогает эффективно определять гистотип. Ну, вот другой пример. Вот это вот кусочек мозга, тут там мозжечок, горнулярный слой немножечко не попал. Так, тоже солидная карцинома с очагами некроза. Но вот у нас цитокератин-7 диффузно-позитивен, а ТТФ-1 негативен. И при этом и остальные маркеры линейные тоже негативны. У нас нет признаков органоспецифичности никакой. Транскрипционные факторы все отрицательны, цитокератин-20 отрицательный. В такой ситуации мы не можем однозначно утверждать, откуда этот метастаз. Но с учетом контекста и с учетом морфологической картины, то в первую очередь, конечно, здесь нужно искать рак легкого. И даже если мы не находим в легком, по данным лучевых методов обследования, какого-то очага, имеет смысл этот материал тестировать в отношении таргетируемых мутаций, которые выявляются при ядной на карциномах легкого. Потому что с учетом всех факторов это наиболее вероятная локализация. Хотя в ряде случаев мы не имеем инструмента, чтобы это подтвердить. Нередко мы сталкиваемся с такой ситуацией, как у нас перстневинно-клеточный рак. Когда вы слышите клиницисты перстневинно-клеточный рак, какой орган вам приходит первый на ум? Желудок. Все, конечно, думают сначала про желудок. Мы тоже, морфологи, первый раз думаем про желудок, потому что это самая частая локализация опухоли с этой морфологией. Но не всегда. И особенно, если это метастазы в головной мозг. Потому что все-таки желудочно-кишечный тракт чаще это колоректальный рак, когда мы видим метастазы в головной мозг, чем желудок. Аденокарциномы легкого гораздо чаще дают метастазы в головной мозг. И, конечно, всегда, когда мы видим опухоль солидного строения эпителиальную в головном мозге, первое, о чем мы должны думать, это рак легкого. И исключать рак легкого активно. Муцинозные аденокарциномы легкого – это не редкость. И они, слава богу, хорошо экспрессируют это в большинстве случаев. Но не всегда. Вот другой пример. Тоже карцинома. Аденокарцинома. Сразу видно, это опухоль с глондулярной дифференцировкой. Такое креброзно-папиллярное строение. Вот это вот вещество мозга розовое. Цитокератин-7 позитивное. Факально есть экспрессия цитокератина-20 слабая. И экспрессия CDX2. CDX2 у нас транскрипционный фактор опухоли желудочно-кишечного тракта. Что это? Это метастаз. Колоратальный рак должен давать нам 20-й кератин и не давать 7-го. Или хотя бы должна быть обратная степень выраженности экспрессии, интенсивность экспрессии. Есть такая проблема, на самом деле диагностическая, довольно большая. Это муцинозная аденокарцинома легкого, в рамках которых сейчас выделяется аденокарцинома легкого кишечного или энтерального типа. Она морфологически, иммуногистохимически, неотличима от колорактального рака. Это довольно редкие опухоли, 1-2%. Они экспрессируют все кишечные маркеры, включая муцины. И, как правило, негативны к ТТФ1 и могут быть негативны к цитокератину-7. Вот есть одна статья, в которой все-таки получается, что единственная наша опора – это цитокератины в данном контексте. То есть опухоли, которые более диффузно, более равномерно, более интенсивно окрашиваются цитокератином 7 при наличии образования в легком, вероятнее, это все-таки первичная опухоль легкого. Но мы должны, вы должны, клиницисты, должны активно исключить наличие первичного образования в пределах желудочно-кишечного тракта. Вот, может быть, САДБ-2 в такой ситуации поможет. Пока таких публикаций нет, может быть, мы сами ее сделаем. Есть у нас такая идея. Вот солидное образование, какие-то щелевидные структуры, без каких-то признаков дифференцировки, экспрессирует эпителиальный мембранный антиген. Эпителиальный мембранный антиген не просто так называется, это маркер тоже. Относится к группе панэпителиальных. Кроме того, это опухоль экспрессирует рецепторы прогестерона. Что это? Метастаз ракамолочной железы? Это менингиомы. Да. А менингиомы бывают разные. Менингиомы бывают разной степени злокачественности, и для них характерна экспрессия эпителиального мембранного антигена, и рецепторов прогестерона. И при этом потери экспрессии прогестеронов является признаком нарастания на плази в менингиомах. Поэтому всегда, когда мы имеем дело с внутрикорнеальным образованием, мы должны помнить о первичных опухолях. Это раз. А во-вторых, у нас должна быть информация о четкой локализации образования. Потому что менингиомы – это так называемые дура-бейст образования. То есть образования, которые прилежат к твердой мозговой оболочке. Если мы говорим о метастазах соленых опухолей, не лептоменингиальных, а внутримозговых, то это белое вещество, либо граница коры белого вещества. Менингиомы имеют довольно характерные рентгенологические признаки, поэтому, конечно, это и морфологические. Но не всегда, потому что для менингиом характерны такие вот завитки. Они их вот такие вот рогульки делают или луковички. Что заставляет думать о том, что это не метастаз? Это потому что отсутствие полиморфизма клеточного. Видите, клетки довольно все примерно одинакового размера. Наличие вот этих вот характерных структур и отсутствие метатической активности. То есть анапластические менингиомы бывают, но так или иначе мы можем обнаружить участки более зрелые, которые напоминают нормальную ткань. И чаще всего менингиом приходится дифференцировать с солитарной фиброзной опухолью, которые интракраниально раньше назывались гемангиоперицитомами. Сейчас они все называются и плевральные, и экстраплевральные опухоли этого происхождения. Солитарными фиброзными опухолями для них характерна экспрессия стат-6. Это патологический белок, который появляется при наличии мутации с участием вот этого вот гена. Мамоглобин очень специфичный маркер для молочной железы. Несмотря на то, что его специфичность немножко пошатнулась, он экспрессируется также в некоторых опухолях, которые развиваются из потовых и слюнных желез. Но, тем не менее, для молочной железы в определенном контексте, конечно, очень эффективен. Единственное, что с точки зрения аналитики, это не очень простой маркер. Вот здесь очень хороший случай, здесь довольно яркая, довольно сильно выраженная экспрессия. Она мембранно-цитоплазматическая. Это бывает не всегда. Зачастую рак молочной железы красит отдельные клетки, единичные. С точки зрения анализа, это, конечно, не очень удобный маркер. На сегодняшний день ГАТА-3 более эффективен в этом контексте. Но, опять же, мы должны понимать и морфологический контекст, и пол, возраст, локализацию. Что касается потипов, то, конечно, как правило, метастазы в головной мозг, рак молочной железы, это дает либо трижды негативные опухоли, либо ХР2-позитивные опухоли. Это, в общем, отдельная проблема, потому что, если это трижды негативная опухоль, то ЕГАТА-3 тоже будет гораздо реже экспрессироваться, чем если бы это была гормон-позитивная опухоль. И, что интересно, и для молочной железы, и для рака легкого, и для колоректального рака метастазы в головной мозг чаще развиваются у людей, у которых заболевания развиваются в более молодом возрасте. То есть, чем моложе пациент с солидной опухолью, тем выше вероятность того, что он на одном из этапов, или в том числе на этапе диагностики, разовьет метастазы в головной мозг. И следующее, довольно часто дающее метастазы в центральную нервную систему опухоль, это почноклеточный рак. Почноклеточный рак, когда он дифференцированный, имеет довольно характерную морфологическую картину. Чаще всего это светлоклеточные, это такие гнезда светлых клеток с широкой оптически пустой цитоплазмой, разделенные тонкостенными сосудами синусоидального типа. Вот здесь просто еще воспалительный инфильтрат в этих прослойках между гнездами. Но это, в общем, довольно характерная картина, которая сразу наводит на мысль о том, что это может быть метастаз почноклеточного рака. Единственное, о чем нужно помнить, что в ЦНС бывает такая опухоль, которая называется гемангиобластома. Несмотря на то, что название у нее довольно страшное, это опухоль, которая условно доброкачественная. То есть она кодируется дробь 1, это просто местно агрессивное образование, но не в смысле агрессивности, а из-за того, что все опухоли центральной нервной системы, они злокачественные по локализации. Поэтому гемангиобластома имеет код 1. Это сосудистая опухоль, в которой стромальные клетки между сосудами имеют очень широкую светлую цитоплазму и могут формировать гнезда, что имитирует почноклеточный рак. Поэтому о первичных опухолях, конечно, нужно помнить. Но вот эта опухоль, в которой, скажем, стандартная классическая панель мутицитокератин S100LCA, она работает. То есть мы сразу видим прекрасную, просто сердце радуется, экспрессию цитокератинов, общих цитокератинов. Это, как правило, низкомолекулярные цитокератины, 8-й и 18-й, они здесь работают, потому что светлоклеточный почноклеточный рак 7-ку не дает. О чем нужно помнить, что почноклеточный рак экспрессирует S100. Несмотря на то, что S100 считается меланоцитарным маркером, был открыт при изучении центральной нервной системы, характерен для центральной периферической нервной системы и опухоли меланоцитарного происхождения. Тем не менее, ряд эпителиальных опухолей тоже его экспрессирует, в том числе молочная железа и почноклеточный рак. Ну, это, видите, такая деликатная очень экспрессия. Но, тем не менее, это может быть один из таких косвенных диагностических признаков. Ну, здесь нам прекрасно помогает ПАКС-8. В таком морфологическом контексте, конечно, он не оставляет никаких сомнений относительно принадлежности этой опухоли. И сейчас есть очень полезный маркер, называется карбангидраза-9. Он экспрессируется именно в светлоклеточном раке почноклеточном. Такая мембранная экспрессия должна быть диффузная. Почему это важно? Потому что, если мы говорим о метастатической болезни, говорим о том, что это почноклеточный рак, гистотип имеет значение, потому что это позволяет пациенту дать шанс и попасть в протокол какой-то. Ну, вот, замечательная тоже опухоль. Солидная. Вы видите, выраженная дискогезия, так называемая. То есть клетки дискретно располагаются. Тоже немножечко смещённое ядро. Зинофильная цитоплазма. Но это не плазмацитома, это меланома. Меланома – это отдельная проблема, на самом деле, в ЦНС, потому что меланома, если вы помните диаграммы, довольно часто даёт. Она где-то на третьем-четвёртом месте по частоте среди метастазов в центральную нервную систему. Здесь есть несколько проблем. Первое. Мы должны её дифференцировать с первичными опухолями центральной нервной системы, которые также сто экспрессируют и с опухолями гляльного происхождения, которые могут в том числе иметь такую плазмоцидоидную морфологию. И следующая проблема – это первичные лептоменингиальные меланомы. Лептоменингиальные меланомы, в общем, это отдельная история. Считается, что они, как правило, солитарные. То есть у нас должна быть связь с оболочками, а не паренхематозное образование. То есть нам необходима информация о локализации, о количестве очагов. Чаще это задняя черепная ямка и довольно часто это спиной мозг. Но, тем не менее, меланомы первичной центральной нервной системы могут давать метастазы в центральную нервную систему. И что, опять же, накладывает определенные сложности, то, что меланома – большая обезьяна, даже в центральной нервной системе. Вот видите, мы можем сравнить вот эти две картинки и вот эти две картинки. Это как будто две совершенно разные опухоли, абсолютно. Тут не нужно быть морфологом, потому что та опухоль стоит из атипичных, но довольно мономорфных клеток, которые дискретно располагаются такой россыпью. А это формирует солидные поля, неправильные гнезда. И стоит из полигональных, очень полиморфных, очень разных по размеру и форме клеток. То есть вот эту опухоль надо дифференцировать с глиобластомой. Что нам действительно может помочь в диагнозе, в общем, в том числе в планировании терапии, наверное, при меланцитарных образованиях в центральной нервной системе – это генетика. Потому что лептоменингиальные меланомы имеют другой патогенез, имеют другую генетику. В них гораздо реже встречаются мутации BRAV-V600E, чаще в опухоли, которые ассоциированы с наследственными, нейрокожным меланозом, то есть в них может быть. А так для них характерна мутация те же, что для увяльной меланомы, то есть GNA-Q, GNA-11 и в том числе потери BAP-1. И в таком контексте, в общем, можно с большей вероятностью, наверное, ответить на вопрос, это первичное или вторичное образование в центральной нервной системе. Но вообще сейчас, в принципе, подход и диагностический в том числе меняется, потому что мы уходим от классической схемы использования этапности, мы в большей степени используем транскрипционные факторы. И что важно, то что мы всегда опираемся на морфологию. Исходя из этого, у нас формируется диагностическая концепция, которая в идеале должна учитывать, конечно, данные о локализации образования в пределах центральной нервной системы, точной локализации. То есть просто лобная доля – это недостаточной информации. В идеале, конечно, если мы работаем с образованиями интракраниальными, нам нужны снимки, чтобы понимать, с чем мы имеем дело. Кроме того, это контекст клинический, безусловно, это пол, возраст, наличие информации о предшествующих заболеваниях опухоли в первую очередь. Данные обследования, но не всегда у нас они имеются на момент диагностики. Исходя из этого, строится концепция, вероятностная, и мы, конечно, широко используем транскрипционные факторы. И сейчас есть возможность использовать в том числе сразу предиктивные маркеры, скажем, тестирование микросателлитной нестабильности или дефицита белков в системе репарации при соленых опухолях, в том числе из невылиноперечного очка с метастазом в центральную нервную систему. Поэтому ситуация меняется. Есть ситуации, безусловно, в которых мы не можем поставить точку, не можем дать вам однозначный ответ, что это, но мы можем дать вам какой-то инструмент, вектор, либо помочь вам в плане назначения иммунотерапии. Спасибо за внимание.